Всем привет! Давно у меня не было видео о травяных лягушках, моих временных постояльцах, которым уже примерно год. Как мы помним, я начал их выращивать еще с головастиков, но пережили у меня все приключения только 4 лягушки. И собственно в исторической перспективе, относительно недавно, им пришлось зимовать. Зимовку я им устроил на балконе, в акватерариуме, и сам не ожидал таких результатов, но все оказалось гораздо лучше. В данный момент я их отсадил в этот лоток, чтобы почистить акватерариум, как обычно, залить туда свежей воды, и пока что они скучковались вот под этим пробковым деревом. Вот они. Все четверо пережили зимовку успешно, все живы и здоровы, и с хорошим аппетитом. Вот у нас тут слева два крупных самца, а справа две самочки, поменьше. Проснулись они голодные, весьма активные, пытались выбраться из акватерариума, ну собственно признак того, что они голодны. И кстати, сегодня мы их покормим, буквально в этом же видео, чуть позже. Вот они, такие хорошенькие. Что ж, это означает, что вполне возможно содержать травинных лягушек дома, давать им при этом зимовать. Милашки. Ладно, мы их временно оставим под пробковым деревом, чтобы я заснял дальше акватерариум. Как я объясню, как я его готовил к зиме. А вот и наш акватерариум. Занимает он не сильно много места, и сейчас мы посмотрим, что я сделал для зимовки. Для зимовки я рассыпал достаточно много камней по половине дна акватерариума. Вот мы видим наиболее крупные камушки, которые я собрал когда-то на улице. Служат преградой для более мелких камней, которые составляют основное дно вот этой достаточно лесистой части. А сверху насыпан моксфагнум. И, соответственно, вот это пробковое дерево и то, что вы видели ранее, под которым сейчас прячутся лягушки, составляет основное их укрытие. То есть сюда они могут в любой момент выбраться, чтобы отдохнуть, поспать, в общем, сделать свои дела. Достаточно влажное место. Мыха я заказал достаточно, поэтому буду периодически у него менять. Но, тем не менее, вполне можно держать мох целый месяц. Некоторые девяшки здесь, вот, например, как вот это, действуют как подпорки. И два пробковых дерева создают своеобразные крыши, под которыми лягушкам очень удобно прятаться. Кстати, зимой они пытаются зарыться в мох и заснуть там, буквально кучкуясь друг с другом. Ну, а вторая часть водная. Мы ее уже неоднократно видели. Вот это большое пробковое дерево в виде туннеля, под которое они могут заплывать. И вода. Примерно сантиметр два-три воды, которую нужно сейчас будет менять как можно чаще, чтобы она не застаивалась. Как можно чаще, подразумеваю, минимум раз в две недели. Но лучше чаще. Соответственно, осмотрели террариум и сейчас будем выпускать лягушек и кормить их. Возвращаемся к нашим лягушатам. Вот чем мы их будем сегодня кормить. Это не сильно взрослые гусеницы табачного бражника. Гусеницы достаточно голодные, поэтому будут, надеюсь, активно себя вести. В частности, искать еду и всячески шевелить своими телами для того, чтобы привлечь внимание лягушек. Хотя вид у них не очень презентабельный. Кто-то из них спит, кого-то нужно разбудить, кого-то нужно потеребить, чтобы они начали свои путешествия. Но они все живые. Именно жизнь показатель того, насколько аппетитно будут для лягушек эти гусеницы. К сожалению, пока они не проявляют особого рвения. Давайте, просыпайтесь. Такое впечатление, что их нужно искупать. Иногда вода действительно помогает в этом плане. Теплая, холодная, какая-нибудь отличающая от стандартной комнатной температуры. Ну и заодно будем пересаживать наших лягушек. Дело это достаточно хлопотное. Вот он наш контейнер. Одной рукой это будет сложновато. В данный момент сейчас со мной нет, моего ассистента. Поэтому придется справляться в одиночку. И скорее всего они будут упрыгивать, поэтому мы будем вынимать их из-под деревяшки. Вот он, первый самец. Опа! Сразу, сразу упрыгивает. Сразу пытается упрыгнуть. Ага, зараза. Главное, чтобы не убежал. Видео экшен получится. Как всегда, убегайте куда-нибудь, где много пыли. Что для них очень вредно, так как лягушки могут от пыли высохнуть. Поэтому мы его смочим водичкой. И положим вот сюда, на деревяшку. По направлению к нашим гусеницам. Но если гусеницы не будут двигаться, они не будут привлекать внимание. Лягушонка. Для того, чтобы привлечь внимание, нужно двигаться. Движение это жизнь в данном случае. А гусеницы сильно не хотят жить. Показывать, что они живые. Но для этого мы, пожалуй, включим освещение. При свете ультрафиолетовой лампы, все начнут двигаться более живо. Я, по крайней мере, надеюсь. Надеюсь, они не испортят мне запись. Но в данный момент времени, очень трудно запечатлеть именно то, будут ли лягушки кушать. Надеюсь, что будут. Ладно, отложим это до лучших времен. Надеюсь, я бы выбрал подходящее время для съемок. Так как лягушки еще на деревяшке. А гусеницы уже копошатся у себя в контейнере. Надеюсь, лягушки не упрыгают, как обычно, куда-нибудь в воду. Чтобы не порадовать нас тем, как они кушают гусениц. Будем брать по одной гусенице. Или по две. Лучше по две, пока они вот такие вот шевелящиеся. И выкладывать их. Движение – это жизнь. Надеюсь, гусеницы будут шевелиться. И они, как обычно, замерли. Такое разочарование. Попробуем еще двоих закинуть. Темное пятно на гусенице – это не беда. Это значит, что ее... О! Мы видим, видим первое поползновение. Но гусеницы не двигаются. И это лягушечку немножко смущает. Попробуем выложить оставшихся. Надеюсь, хоть какое-то движение будет. О! Я вижу, вижу. Гусеница двигается. Видим, как она двигается. О! Не получилось. Не получилось. Но лягушечка отчаянная. И она пробует снова и снова. Давай, давай. Ага, ага. О! О! Правильно, правильно. Вот так вот. Катар, к сожалению, не получился. Не очень сочным, но тем не менее. А мы запустим еще гусениц. Отлично. Эта самочка уже будет не голодной. Главное, чтобы она не выплюнула случайно. А тем временем лягушки и другие активируются. О! И вот самец. Самец берет гусеницу. И медленно, медленно... Не так уж медленно, но тем не менее заглатывает ее. Все голодные, все хотят кушать. Весна на дворе. И от гусеницы останется только жопа торчать. Но в конце концов он проглотит и ее. Самка еле справляется с той гусеницей. Лишь бы не выплюнула. Бывает такое, что они отрыгивают гусеницу, если слишком много. Но это не тот случай. Мне главное также покормить вот эту самочку. Она достаточно плохо кушает. И гусеницы опять остановились. Ага. Ого. Давай, давай, давай. Опа. О! Какие сочные кадры. Давай. 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 Смазывается, к сожалению, при слишком близком приближении. Потому что лягушка очень хорошо имитирует поверхность пробкового дерева. Вон та самочка уже проглотила гусеницу. Самец также разобрался со своей гусеницей. И еще один самец упрыгал куда-то вниз, скорее всего. Следовательно, ему вряд ли достанется. Но поскольку самцы гораздо более упитанные, я больше волнуюсь за прокорм самок. Ну и, соответственно, как только гусеницы начнут двигаться, лягушки поспешат их скушать. Если они достаточно голодные. Вот, например, сейчас начинает двигаться вон та голова. И, скорее всего, ее быстро заметят. О, я вижу. Вижу, вижу. Кто? Кто первый? Кто первый? Давай, давай. О! О, молодец. Давай, кушай, кушай ее. О! Все-таки упала вместе с ней. Какие самочки голодные. Гусеница шевелится. Вот так вот. Очень трудно спонтанно накормить. Точнее, планово накормить лягушек. Но спонтанные записи оказываются самыми лучшими, самыми показательными. Ну, поскольку это природа, она не любит ожиданий. Гусеница еще кое-как сопротивляется, но ее дни уже сочтены. Давай, кушай! Давай, кушай! Давай, кушай! Надеюсь, им было вкусненько. Оставшиеся две гусеницы послужат обедом. Либо для самок, либо для самцов. Скорее всего, для самцов. Но главное, лягушки уже не голодные. На этом все. До новых встреч, друзья. Наши лягушки отобедали. Вот тут кадр с самочкой. Не очень удобно поворачивать камеру. Но, тем не менее, вот так вот это выглядит. Все. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok